Всем привет! Я прилетела в Гданск, об этом уже было в моих предыдущих видео, где был аэропорт, как доехать из аэропорта в город. И сейчас я по пути в центр встретила вот такой вот... Сначала я подумала памятник, потом подумала, что музей, но оказалось, что это центр Хевелянум. Это так называемая машина времени, историческая в оборонном комплексе. Очень-очень прикольная штука. Центр Хевелянум – это современный центр науки, который расположен в исторических объектах военной архитектуры в самом центре Гданьска. Ну не в самом, до центра я еще не дошла. На Градовой горе. Ну, конечно же, по карте может быть это и самый центр, но для меня центр – это исторические так называемые олдтауны в Европе. Вот это я отношу к центру у себя в моем мировоззрении. Целью центра Хевелянум является популяризация науки и открытие для людей тайн физики, астрономии, истории, биологии, математики, химии. Здесь, конечно же, я этого не увидела, потому что в центре есть часть платная, а часть бесплатная. Я зашла в бесплатную часть и увидев эту бесплатную часть, которую вот я сейчас вам показываю, я настолько впечатлилась, что я поняла, что мне сюда нужно вернуться всей семьей. Поэтому я не пошла в платную, но прочитав потом в интернете о том, что есть, увидев фотографии, я так загорелась. Ну, действительно, сюда рекомендую приходить всей-всей семьей, обязательно заглянуть, если вы будете в Гданске. Сейчас мы находимся на выставке «Машина времени». Это постоянное предложение от этого центра. Называется она «Машина времени. Человек и снаряд» или «Эпизоды из истории Градовой горы». Выставка состоит из 14 экспозиций. Часть из них интерактивная. Вот сейчас я пытаюсь понять, что здесь надо делать, что нужно встать в нужном месте, я поняла. Появилась вот эта пушка. А что дальше делать, я не понимаю. Я вижу этот кружочек. Ну как им управлять? Гляньте, она не выругается, когда я ухожу с того места. Ну, хорошо, попробую еще. Вот я встала. Я встала вроде бы как надо. Ну что мне делать дальше? Попробуем разобраться. А что мне надо сделать? Наладовать. К слову, у меня плохое зрение, поэтому мало того, что я не понимаю польский, я еще и плохо вижу, что здесь написано. Что мне надо сделать? Эй, журнен, журнадзай! Я вот пытаюсь пальцем вводить, и что-то получается, но я не понимаю, почему вот эта штука не исчезает. Я сдалась, пошла смотреть, что дальше. А дальше в соседних комнатках есть все эти пушки, которые были предоставлены там. А это уже новый интерактив. Тут тоже какая-то игра, нужно найти одинаковые, но у меня, как всегда, ничего не получилось. А тут любой желающий может примерить на себя одежду того времени. Как видите, вот два парня сейчас пробуют, у них все отлично получается, и я прям смотрю загляденье. Я здесь даже не буду пытаться, учитывая предыдущие попытки. Хочется обратить внимание, что мы находимся в бывших бункерах и артиллерийских складах, в которых предоставлено несколько эпизодов из истории форта, а также вопросы, связанные с военным искусством, например, история черного пороха. Но все это на польском, поэтому учите польский. О, вот мужчина молодец, разобрался. Давайте посмотрим. Он дошел гораздо дальше, чем я. Это как раз тот интерактивный, которым я била. Смотрите, вау, прикольно. Тут можно, видите, загружать его, заправлять, вот почистить сначала. Я так понимаю, здесь нужно будет полностью зарядить, а потом выстрелить. Вот как надо управлять. А я пыталась пальцем направлять, а надо ладошкой. Или полностью, ну, не всей рукой. В общем-то, пробуйте, вот вам пример. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, хорошо. Теперь нужно подсыпать сломанную пшелитку и убить. Сделай это при помощи стебла. Покиск в мостер! Работает себя громко. Час заставить поциск. Спусть в мостер! Восрешен growling! Далее, жоунижу! Хвач за рует! Матку! Руперка! Руперка. 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 Луфа должна быть установлена претензиями. Змешать под каким-то кантом. Так, есть. Преткни по три. Хорошо. А теперь преткай отверстие залау. Жиле. И еще раз. Бардо добре. Увидите, сколько нюансов для простого, как сказать, заряда пушки. То есть тебе нужно настроить, как-то не просто так стреляешь никуда, а есть специальные медики, в которых стреляют. И вообще я узнала вам. Уху, получилось. Все, теперь можно заново начинать. Мне кажется, и Радомиру, и Насте, и Владу такое очень понравится. Осталось приехать всей семьей в Гданск. Вы знаете, если бы все музеи были такими, то я бы, наверное, любила историю. Потому что в детстве я ее совсем-совсем не любила. А вот тут вот уже начинается вход в другую часть, в платную. Вот тут вот проход платный, как раз таки терминальчик. И лестница ведет наверх. Что там есть? Там есть куча выставок, которые... Ну, про них можно почитать в интернете. Вообще вызывает восторг и желание посетить. То есть там есть выставка «Вокруг света», в котором семь континентов разместились на двух этажах древних казарм-убежищ. Также есть головоломка, где есть 20 интерактивных стендов, которые демонстрируют много увлекательного. Например, сколько это миллион, или как измерить расстояние несколькими способами. Также есть мастерская энергии, в которой можно сделать волну цунами, наблюдать за звуковой волной, самостоятельно произвести энергию или рулить машиной во время сильного дождя. «О, да, мы недавно попали в такой дождь, скоро будет об этом видео». Это просто была жесть. В общем-то, можно познакомиться со структурой Солнечной системы и увидеть, как менялось мнение людей на тему Вселенной на протяжении многих лет. Я однозначно в свои планы и желания записываю желание посетить эту выставку всей семьей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Очень ему понравилось! Я хотела взять ореховое! Ну, тут маленький выбор! Просто я так давно ждала этого! Что решила покупать! Потому что сейчас в центре будет больший выбор! Мороженка здесь 5 злотых! При этом написано! При этом написано, что если есть билеты туда вот в верхние этажи, то 4 злотых! Вот! Я не помню, почем мы раньше брали! Мне все так же показывают, что идти до центра 20 минут! Потому что я вижу что-то интересное! Сворачиваю и не иду туда, куда навигатор хочет, чтобы я пошла! Да! Гуляем! Сейчас я спускаюсь по такой дороге! Горка тут пострижена хорошо! Ну и бросаем последний взгляд! И идем! Дальше! Надо будет сюда обязательно вернуться с Рудомиром! Купить билеты и пойти подняться по всем этим! Я думаю, Рудомиру будет очень интересно и поиграть! И Владу будет интересно поиграть! С этих пушек пострелять! Очень клево! Вот! Кстати, мороженое сейчас ем! Покажу! Не фокусируйся! Короче, оно у меня хрустит на зубах! Потому что туда реальная клубника добавлена! И прямо видно! У меня косточки с клубники! Вот видите! Косточки прямо с клубники! Вот это вот видно! И они прямо похрустывают! Очень хорошее мороженое! Ну а я продолжаю свой путь! Всем пока-пока! До следующих видео! До следующих видео! Мы наконец-то дойдем до центра! И погуляем там! До новых встреч! Пока!